Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, книга Псалтырь, 56-й Псалом, 8-й стих. Книга Псалтырь, 56-й Псалом, 1-8-й стих. Готово сердце мое, Боже! Готово сердце мое! Готово буду петь и славить. Мы очень благодарны Господу за эту возможность в нашей Церкви провести в эти дни особую тему. В пятницу для подростков, в субботу для всей Церкви, у кого была возможность и желание прийти. И сегодня является как бы продолжением этого времени, этих дней, когда мы говорили о очень важной теме во всякое время для всех поколений, для всей Церкви, той части, когда верующие люди имеют возможность и привилегию прославлять и поклоняться Господу через музыку и пение. Особенно сейчас, когда очень вызовов много, подделок много, искушений много, как важно, держа в руках Священное Писание, вчитываясь, вглядываясь и изучая тексты Писания, правильно поклоняться нашему Господу. Мы очень благодарны брату Руслану, который посетил нашу Церковь за его труд, за его служение. Вчера было уделено очень много внимания этой теме, и недостаточно было времени. Брат, мы приглашаем тебя еще раз посетить нашу Церковь в свое время, если Господь позволит, чтобы продлить эту очень важную тему. По просьбе наших регентов было предложено сегодня две коротких проповеди. Первая проповедь – это сердце служителя, и вторая проповедь – это сердце слушателя. Я думаю, что эти различия неусловны, потому что все из служителя, кто участвует в музыкальном служении, служении слова, и все, кто присутствует в этом зале, братья и сестры, нас объединяет одно. Одна цель, одно назначение и одно участие в этом совместном служении. Вы знаете, свою короткую проповедь сегодня я бы хотел начать с небольшого такого наблюдения. Будьте внимательны, это не займет много времени, мы подходим к концу нашего служения, сегодня очень насыщенная программа. Вы знаете, давайте себе представим, если бы была у нас возможность в какое-то воскресное утро посетить в разных странах, я подчеркиваю, в разных странах мира, воскресное богослужение в протестантских церквях, в разных странах мира. Что бы мы увидели в этих воскресных богослужениях? Я предполагаю, безусловно, что разные церкви, разно проходит порядок, служение, но я убежден, что мы бы увидели следующую картину. Первое. Проповедуется Евангелие. Люди молятся в церкви. Люди поют и играют. Там есть возможность. Либо это большой орган, большой или маленький оркестр, или просто сам, может быть, аккомпанемент пианино или какого-то другого инструмента. Братья и сестры, как вы думаете, это правдивая где-то картина? Приблизительно может быть такова картина. Еще раз подчеркиваю. Проповедуется Евангелие. Люди в церкви молятся. Люди поют. Поют хор, если есть, поют общим пением. И есть участие. Дуэты, соло, группы. Как происходит и у нас. И вы знаете, в связи с этим у меня возникает очень важный вопрос. Простой вопрос, но очень чрезвычайно важный. Как вы думаете, для какой цели люди собираются? Мы говорим о воскресном утреннем, например, богослужении. Преодолевают, может быть, многие километры и майлы. Это происходит, обратите внимание, в течение столетий, на протяжении многих веков. Для какой цели люди собираются вместе? Ответ будет следующий, братья и сестры. Ответ вы хорошо знаете. Хочу сегодня просто обновить в нашем сознании, в нашем сердце слушателя одну чрезвычайно важную истину. Это время совместного поклонения Богу. Одно слово – поклонение Богу. Исполняется слово Иисуса Христа, которое Он сказал когда-то, помните, в беседе с женщиной-самарянкой. Казалось бы, совершенно не очень необычная была ситуация, и не тот, наверное, был человек или слушатель, через которого эту истину нужно было передать. Но, тем не менее, Христос сказал именно в беседе с ней. Евангелие Иоанна, 4 глава, 23 стих. Христос говорит, и настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники, что будут делать? Будут поклоняться. Вот истинные, братья и сестры, поклонники, они не будут просто, знаете, слушателями, наблюдателями, они будут участвовать в очень важном деле, они будут поклоняться Богу. И не просто формально, а будут поклоняться в духе и истине. Интересную деталь, Христос заметил, что вот таких поклонников Бог ищет. Вы знаете, Бог не нуждается ни в чем, Он никогда не находился в затруднении, но вот это слово Он ищет, указывает на очень важный момент. Значит, числа миллионов людей, которые будут приходить, может быть, в церкви, наполнять храмы, не все будут те, которые будут находиться в этой группе, где в сердце Бога будет склоняться, Он будет искать тех, которые будут Ему поклоняться. Друзья, под словом поклоняться я не имею в виду только время, проведенное в церкви, подчеркиваю. Я не имею в виду под словом поклоняться только в церкви. Поклонение Богу – это образ жизни христианина. И мы когда-то поговорим об этом. Поклонение – это чрезвычайно важная тема. Она захватывает многие сферы и стороны нашей жизни. Я сегодня хочу поговорить, друзья, о сердце слушателя. Когда мы говорим сегодня о музыке, пении, хочу именно обратить внимание на эту сторону с вами нашей жизни. Время, когда мы приходим именно в Дом Божий, для поклонения. В чем заключается готовность сердца? Обратите внимание, Давид в средине этого псалма. Если мы прочитаем весь этот псалом, он псалом наполнен, знаете, такой болью, переживаниями, горечью. Обратите внимание на пятый стих. Он говорит, «Душа моя среди львов, я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у некоторых, говорит, у которых зубы, копья и стрелы, у которых язык острый меч». Казалось бы, вот эти два стиха не совершенно противоречат друг другу. Что это за состояние у тебя, Давид, печали, горести, страданий? Вдруг наступает в его жизни, в каком-то момент его сердце, он говорит, «Готово». В сердце произошло изменение, в сердце произошла эта революция, можно сказать, внутренняя, невидимая для всех людей. Но говорит, «Господи, мое сердце готово, и когда сердце мое готово, я буду что-то делать». И первое, говорит, «Я буду петь и буду славить Господа». Просестры, вы знаете, мы так ко многому привыкаем. Мы, верующие люди, особенно дети, которые выросли в христианских семьях, мы ко многому привыкаем и привыкли. Мы знаем, что когда наступит воскресное служение, мы приедем в Дом Божий. Я любого сейчас спрошу, скажите порядок служения воскресного, утреннего служения, что будет происходить? Пастор выйдет, поприветствует церковь, помолимся. Затем будет чтение Слова, затем хор прославит Господа, затем будет общее пение, затем будет первая проповедь, призыв к молитве, затем будет сбор во время общего пения, затем будет участие, программа, и вторая проповедь будет, затем молитва, объявление, и с миром Божьим. Братья и сестры, у меня вопрос, а что это было? Вы не задумывались, а что это было? Я хотел бы, чтобы мы сегодня немножко обновились, где-то стряхнули с себя вот этот дух обыденности, который настолько страшен, мне кажется. Братья и сестры, знаете, что это было? Это время было, которое Бог определил для церкви, для тех, кто спасенные, для тех, кто любят, для тех, кто ожидает Его, вот прийти на это место, особое место, и для того, чтобы выразить Богу наше поклонение. Братья и сестры, если я проанализировал за это время, за эти дни, за эти два часа, вы знаете, сколько может происходить всего? Сколько может происходить всего, когда читается Слово, проповедуется, и Дух Святой говорит нашему сердцу? Братья и сестры, происходит умиление, обличение, покаяние в сердце. Друзья, когда есть время молитвы, сколько можно сказать Господу в молитве? Когда происходит поклонение через пение стихотворения, происходит назидание церкви. О назидании церкви я хочу сказать отдельно в следующие воскресенья, потому что мы, когда говорим о поклонении, совместном поклонении, предполагается две очень важных цели. Прежде всего, это поклонение Богу церкви, и второе, через это поклонение, очень важно, качество этого поклонения, происходит назидание друг друга и церкви. Об этом будем говорить в следующее воскресенье. Сегодня я хочу использовать этот момент. В чем же заключается готовность моего сердца или неготовность? Я бы хотел предложить еще одну иллюстрацию, очень простую. Давайте представим себе, что в какое-то воскресенье на наше служение физически пришел Иисус Христос. Можем себе представить такую картину, как это было когда-то? Вот пришел Господь Иисус Христос на первое место напротив хористов находится, и Он пришел. Братья и сестры, как вы думаете, ход служения изменился бы или нет? Вот как вы думаете, хористы? Вот представьте себе, Господь находится с нами. Как бы реагировали мы на проповедь, которая звучит? Как бы проповедник проповедовал? Как бы мы молились, братья и сестры, когда видим, Господь склонился и участвует в молитве благодарения Господу? Братья и сестры, как бы мы пели общим пением или не пели? Видя, когда Христос поет с нами, говорит, странно, Он поет, а я не пою. Что-то здесь надо разобраться. Братья и сестры, как бы мы чувствовали себя в понимании, что здесь Христос? Вы скажете, Григорий, такого не бывает. Такого не бывает. Христос на небесах, Он вознесся, и мы ожидаем Господа во славе. Братья и сестры, я хочу сказать одну вещь. Он здесь. Братья и сестры, когда я говорю эти слова, знаете, мое сердце наполнено особой трепетом. Он здесь. У меня мороз идет по коже. Он здесь. Потому что, если его, братья и сестры, здесь нету, то все наше присутствие в этом доме молитвы два часа не имеет никакого смысла. Братья и сестры, бесполезно говорить, приводить семинары о музыке и пении. Какой смысл нам говорить, какая должна быть музыка, пение в церкви, если Христа нету в этом зале? Это будет просто концерт. Это можно дискуссировать, можно спорить, можно сидеть с грустными лицами, можно вставать, выходить в церкви, можно отворачиваться. Братья и сестры, Христа нету, Бога нету. Служение потеряло всякий смысл и всякое назначение, братья и сестры. Представляете, трагедия христианства. Но я верю, братья и сестры, но я искренне верю в то, что Господь по величайшей милости и благодати, Он сказал следующее. Когда Он жил на этой земле, когда Он был в теле, приходил в синагоги, приходил к людям с мытарями, грешниками, где там, где был Христос, у нас было служение, Он сказал следующие слова. «Говорю вам, когда двое или трое будут собираться во имя Мое для поклонения, я буду с этими людьми. Я буду с этими людьми в Духе Святом. Я буду находиться с ними, чтобы вдохновлять их. Я буду с ними в тех маленьких церквях, где нету служителей, где нету хора, где нету проповедников, где люди собираются просто помолиться, поклониться Богу. Я буду с теми людьми, которые находятся в церкви, в подвалах, когда происходят бомбежки и обстреливают город ракетами. Я буду находиться с ними, утешать, поддерживать. Я буду даже находиться там, в больших храмах, где люди просто проходят, простите, где проходят формально, где люди приходят просто формально в церковь по привычке, по традиции, потому что так надо, мы так принято. Ну, быстро время смотрим, брат, немножко задерживает, потому что еще будут объявления. Немножко задержали собрание сегодня, вот как-то нарушили порядок. Я буду даже тогда приходить. Знаете почему? Потому что там найдется двое или трое, которые придут в поисках этого Бога, которые придут в понимание того, что Он с нами здесь, я получу утешение. Это слово обличит мое сердце. Здесь, когда я склонюсь на молитве, Бог услышит мою молитву. Поэтому Христос говорит, я буду до последнего дня, я буду в самой мертвой церкви, где не проповедуется Евангелие, где люди поют формально, где люди не поют, где люди не хотят приходить в собрания по вечерним собраниям, где люди, которые перестали любить Слово Божие, не приходят во вторник на молитву и разбор, я буду приходить до последнего дня в эту церковь. Я буду приходить сюда. Ради чего, Господи? Потому что есть два или три, которые пришли, чтобы поклониться Мне. Потому что таких поклонников, братья и сестры, сегодня не так много в христианской церкви. Сегодня поклонников ищет Бог. Когда я размышлял об этих словах, обготовился на эту проповедь, Бог сильно сокрушил мое сердце, братья и сестры. Нам необходимо обновление нашего сердца, обновление нашего сознания. Если мы будем продолжать приходить в церковь без вот этого глубокого осознания, что здесь Бог, братья и сестры, мы не будем восхищены, Господь придет за ожидающими, те любят Его, кто ожидает Его и готовы встретиться с Ним. Не нужно обольщаться. Христианство ожидает величайшая трагедия. Помните притча о пяти мудрых и пяти неразумных, предупреждение Христа о тех, что многие придут и скажут, Господи, Господи, Твоим ли именем и чудеса творили, Господи, мы приходили в церковь, Господи, что случилось? Я давал десятину, я приходил в воскресное собрание, что случилось? Христос скажет, я никогда не был в вас, вы никогда не были во мне, вы никогда не испытали силы крови Христа, вы никогда не были со мною в общении. Вся ваша христианская жизнь, это была просто форма, видимая форма для людей. Поэтому Христос скажет, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Готовность, братья и сестры, сердца слушателя заключается в том, что у нас есть осознание, осознание величайшей нужды и в общении со Христом, с Богом. Поклонение, братья и сестры, не только два часа. Поклонение – это наша жизнь. В нашей семье, на работе, в церкви, там мы тоже поклоняемся нашему великому Богу. Но когда мы говорим о сердце слушателя церкви, это сердце особое, братья и сестры. Обратите внимание на состояние сердца этого Давида посреди вот этой всей трагедии, горя. Он вдруг обнаруживает и восклицает, он не просто молчит, а восклицает и говорит «Готово сердце мое Божие! Буду петь и славить!» Не может молчать сердце, братья и сестры, которое готово. В чем сердце Господь произвел вот эту работу, это сокрушение, это потребность, братья и сестры, это время, если мы только вдумались за два часа, что происходит. и покаяться пред Господом, и приготовиться, и прославить Господа. И так много происходит в невидимых наших сердцах, сокрытых от глаз друг друга, но открытых для Господа. Он здесь. Обратите внимание, что происходит с Давидом, с его сердцем. Он не останавливается, только, говорит, буду петь и славить. Давид, что произошло с твоим сердцем, слушателя? Обратите внимание на 9 стих. Он ведет дальше. «Воспрянь, слава моя, воспрянь псалтырь и гусли». Он берет в руки инструмент и говорит, «Нет, недостаточно только петь и славить. Где мои псалтырь? Где мои гусли?» Он встает рано. Я встану рано. Почему? Потому что в сердце готовность есть для поклонения и прославления нашему Господу». В 10 стихе он говорит, «Недостаточно только брать псалтырь и гусли. Я хочу поделиться благой весю со многими людьми. Буду славить Тебя, Господи, между народами. Буду воспевать Тебя среди племен». Вчера и сегодня, братья Руслан, говорит, что недостаточно нам только петь, прославлять нашего Господа, как многие люди хотят слышать сегодня Евангелие. И Давид говорит, «Готово мое сердце? Я пойду дальше. Я буду славить Тебя, между народами. Буду воспевать Тебя среди тех племен, которые не знают Евангелие. Понесу благую весть и туда». Почему? Потому что сердце Давида было готово. 11 стих, «Ибо до небес велика милость Твоя, до облаков истина Твоя». Братья и сестры, для Давида не было границ храма. Когда сердце слушателя готово, братья и сестры, то храм наш, стены нашего молитвенного дома, образно скажем, они открываются. И наша молитва идет не до потолка, друзья. Наша молитва проникает в самое небо, до небес, потому что велика милость Твоя, до облаков истина Твоя. Братья и сестры, можем себе представить церковь, где люди пришли вот с таким состоянием сердца, глубоким осознанием, что Бог здесь. Духом Святым присутствует здесь. Для чего? Для того, чтобы принимать поклонение поклоняющимся Ему в Духе и истине. 12 стих, Давид говорит, «Будь превознесен выше небес, Боже, над всей землею да будет слава Твоя». Вот что является, братья и сестры, основанием вот этого готовности сердца. Готовое сердце – это сердце сокрушенное, сердце жаждущее, сердце неосуждающее, сердце плачущее и сердце радуешься, когда утешает Дух Святой и сердце ожидающее Господа. Вот это сердце слушателя. А когда сердце не готово? У вас было такое состояние, когда вы пришли в дом молитвы, и вот вы внутренне понимаете, что ваше сердце не готово? Все не так. Все служение будем воспринимать в контексте нашего сердца, во свете нашего неготового сердца. У меня было такое, братья и сестры. Вот Данис говорил о сердце служителя. Братья и сестры, порой мы приходим, знаете, когда ты ведешь служение, готовишь проповедь, больше сосредоточен, чтобы прошло служение, чтобы все было хорошо. Проповедь, готовность проповеди, все было хорошо. Как и что? И твое сердце просто пребывает как бы или в контексте, или в конспекте, или в этом, но не пребывает. И я понимаю, Господи, это неправильно. Это неправильно. Господи, я хочу, чтобы мое сердце было готово. Братья и сестры, когда сердце наше не готово по разным причинам, мы все будем воспринимать, что происходит в доме молитвы, во свете нашего неготового сердца. Проповедник не так говорит, хор поет не так, пение не такое, и все не так. Дух критики, осуждения, а в конечном итоге, знаете, что происходит? Пустота внутри. Собрание закончилось, ну как собрание прошло? Да. Не очень. А вечером придешь? Да. Посмотри лучше на онлайн. Братья и сестры, это трагедия неготового сердца. Сохрани нас Господь, дорогая церковь, иметь это состояние. У нас сейчас время есть, братья и сестры, для совместного поклонения нашему Господу в молитве, в готовности нашего сердца. Сердца раскаянного, сердца сокрушенного, сердца смиренного, сердца любящего и ожидающего Господа. Дорогая церковь, в следующий раз, когда каждый из нас придет в дом молитвы, когда бы это ни было, сегодня вечером, во вторник или в следующее воскресенье, первое хочу, чтобы вы очень запомнили эту весть. Здесь уже есть тот, который нас ожидает. Здесь будет находиться тот, который ожидает. не забудьте об этом, и который ожидает поклонения и желает благословить каждого из нас, чтобы, уйдя с дома молитвы, мы ушли с сердцем благодарным, радостным, с улыбкой на устах и желанием вернуться в новый, в ее дом. Аминь. Давайте помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok